так друзья это экспромт я вас знакомлю со своей кухней вот это кухня для пищи за одними кухня творческая вот видите контора пишет знакомлю и еще буду несколько раз знакомить вас со своей помощницей дело в том что я привык когда скрывают посылки и видят прекрасно качественные упаковки как это достигается сейчас вы увидите значит все бывает в жизни я решил подготовить уже замену не только по вот такая работа по упаковке по расфасовке по стратификации по заготовке но и готовлю юлию сергеевну к работе по полной замене писали себе что кто-то из вас скажет а еще хочу он уже будет знать что вы уже сейчас видите последние несколько десятков человек уже видели что там уже не моя фамилия а мельникова вот но будущем когда наступит такой момент что я не смогу работать полноценно значит юлия сергеевна должна будет и заказы принимать а как сделать так чтобы ей доверяли но хотя бы те кто увидит этот еще несколько ближайших фильмов как это очень просто во первых я самовольно все согласие присвоил ей фамилию менять не имею права вот а всегда не имею права и так перед вами юлия сергеевна мельникова тире железова видя вот такой вот ну потом могут быть кто-то и под нее работать она станет известной личностью и кто-то она будет отвечать на письма толково будет отвечать и кто-то скажет а ну-ка я свое подсуну уже не под моим брендом железово уже под ее брендом вот где будет вторая фамилия первая мельникова вторая железова но имейте ввиду это ее внешность значит можно будет со временем сейчас нам надо твой телефон давать как думаешь а он если поставить это не секрет давай громко произнесем мало ли кто-то запишет сейчас на бумажке пригодится 8 983 271 37 68 так слышали да теперь пойдем дальше итак мы на творческой кухне вот посылка которую только сейчас она собрала почему она имеет такую форму очень удобная вещь как видите вот кстати чтоб кто-то думал ведь даже любая изделие наши вот это она имеет себе стоимость кто-то думает что я получаю чистую прибыль нет вот это коробушка деньги стоит вот это которая сверху упаковка деньги стоит и немало это почта вот так значит и теперь вот это уже другого типа посылка смотрите вот она вот так вот так вот она вот почему здесь внутри и косточки есть и черенки то есть подержать то там не плохо видно я сильно близко вот это вот посылка с черенками а вот это только с косточками все спасибо теперь увидели твою работу когда откроет что они увидят мы берем очередную посылку вот она я бы вам специально побольше человек не стал мелочиться ой нет не буду пока тут есть телефоны тут адрес неудобно давайте это давай вот так сделаем правильно итак вы видите очень солидный заказ одних персиков минусинских 30 штук показывай а и что мы видим мы видим что они в сыром песке то есть процесс сертификации начался у меня начался недавно вот первыми отправлял сухие а и где-то сколько дня 3 до мы начали вот и так как мы чтоб не думали что мы опоздали не опоздали все что останется нам но все равно и когда числа 15-го на строкация все до единой конске персика мы положили на строкация примерно 15 числа и наши и ваши теперь давайте посмотрим что у меня заказывает давай любой бери подавай мне нет читай читай держи в руках и читай вот и почему они еще сухие бай левицкий уникальнейший сорт в наших краях 50 лет за 50 лет я занимаюсь им последние 38 лет у меня не было ни одной сухой веточки крупноплодный 50 60 грамм вот это подарок с востока почему вторая фамилия левицкий бай это фирменный знак дальнего востока а левицкий это наш садовод которых тут распространил тут явно готово и получается что значит потомство их может и не будет 56 грамм если их просто укоренить и вырастить но 30 40 гарантированно никаких дичков никакие жадели как меня пытались увлечить и унизить следующий амур амур это чудо это я сяду ноги уже не те амур это чудо это сказка значит еще раньше я его обнаружил юля это кстати сказать это часть учебы для вас вам потом придется на эти вопросы отвечать ну и сколько раз сотни раз вот учитывая возраст ваш возраст юный для меня юный и так получается 36 37 лет назад я обнаружил вот там поселке геологов это было огромное дерево на котором висела столько сколько сейчас у нас висит ведер 20 30 вот я стал на колени перед хозяева я связывал веточку а что толку и тогда получается что он был тогда ему лет было 20 25 получается он попал такие давние дали так давно и люди не имели понятия каким богатством они владеют а я его называю мечта хозяйки почему транспортабелен раз то есть долго лежит принципе а значит и транспортабелен два дальше не портись дальше когда его разламываешь косточка сухая и спокойно выпадывает оттуда три значит соки компотов самые идеальные тоже мы уже вместе в один голос говорим что значит два сапога так с этим разобрались вот вот такие чудеса ну давай еще что-нибудь серафим тоже один из тех кто приехал с дальнего востока вот он где-то 30-40 грамм он был ярко-красный но потом по двое манчжурский абрикос испортил он стал красно-желтый потерял вот эту невероятнейшую окраску но никто на меня не обижается почему-то дальше сын манчжурца манчжурских абрикосов у меня получилось так значит я ни одного кости не садил себе и даже гордился этим дополнение а у меня любопытный настолько что когда у меня прививал на него так садил на постоянное место или на месте привал и вдруг из ниже прививки вылазила ветка юля и вот она вылазила росла того господи а я то знаю какие они на патриархе на первом самом дереве который завоевывает всю россию знаете какие у нас уникальные с вами сорта от этого патриарха получилось потом все жду когда ветка заплодоносит и каждый раз когда у меня уже рука не поднималась отрезать чтобы рост тот же бай прививка того же бая королевского академика вот оставляю эту ветку и вдруг мать истана она полтора раза крупнее своего папа то есть с этого патриарха хотя это получается его сеяница значит у нее старый раз я косточку взял с патриарха а у него есть второй родитель и тогда получается кто родитель раз сыночек то получается гораздо крупнее а вот влияние привоя роскошного и вот и теперь сын еще раз покажи это чудо какой там номер номер четыре вот и он теперь получается что культурный и вот эти вот чудеса то есть мы имеем достаточно крупный но морозостойкость то у него чья маньчжурца и вот давай следующий китай как раз на желтое знаете когда миллионы лет никто ни разу не не пытался даже привить эту китайку на что-то другое морозостойкая смысла нет самая морозостойкая одна из самых морозостойких в мире слив выдерживает ну до 45 это точно там кто его знает может и 50 раз дальше я поставлю это то мне немножко руки трясутся почему пора дела передавать вот так пусть будет сидит стоит этот аппарат значит далее никто не пытался а еще и плюс смешанный сад то есть рядом китайка красно-желтое красно-синее красно-розово уссурийская желтое дальше это самое ой господи культурная рядом тут же и этот путь вот тут же сувенир востока культурный так тут за стартовая вот дальше назывателей хватит и вот получается что как минимум она меч уже не станет дичей не станет потому что никогда не дичала чтобы она стала чуть-чуть дичей человек обидится на меня все получит это она еще и сладко вот анна ивановна так что получается это самая твоя бабушка да она ее боготворил ваши эти вот такие крупные короче вот и евро горстями именно это это меня и тогда тоже обрадовала потому что витамины это они сладко и кто мог опылить сделать более дикой а не кого у меня даже терна нету саду я даже это алычи нету вот так давай дальше посмотрим уссурийская желтая самая сладкая если они советую на нее прививать у меня как-то был как-то у меня было давай я закончу разговор сам поди к телефону а то бывают очень важные звонки у меня как-то было что вырастил и получил привил на как желтую уссурийскую получил похоже да с тех пор у меня аллергия может это было случайно может день был неправильно может я был как это больной но не получилось так пора аллергия то есть вкуснейшая слива но результат она тоже не дичает она тоже может быть чуть-чуть другой там розовости прибавится синисти или красности может быть двуцветная такое бывало но хуже уже не будет вот что тут еще ну-ка посмотрим внимательно так ранятка одичавшая это подвой чем про нее говорит сало как сало так теперь вишня войлочная она тоже никто когда мы не плевать никогда мы ее корневые отводками не выращиваем только из косточки тут надо десяток простить или 20 а потом выбрать несколько самых сладких вот и вся селекция вот вот осталось вот эти давай все такой чем разговор так вишня черешевый гибрид фактически сейчас она имеет вид вкус черешни так только помельче и вот когда человек вот это вот вишня черешевый гибрид бот на ра если он ее возьмет и врычит вот у него может быть отклонение в сторону вишни но она будет крупная отборная вкусная или в сторону черешни это вообще но который будет достаточно морозостоек почему потому что в нем бродят гены вишни так еще что-нибудь покажем это все один человек вот что я сказал этюд культурная вишня афранецку сказал ну тогда все получается и так вы видите есть такой человек евгений александрович новосибирск дело в том что мы всем советовали что брать персик да я учу скажу да персик придется ему полу укрывать или укрывать я если я правильно помню если правильно помню то я его спросил да 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 пределах новосибирска греет себя или нет я стараюсь быть максимально объективным и он мне сказал да это пригород новосибирска там все таки должно быть чуть теплее и вот тогда мы вот это обновлели и вот это все он заказал теперь все это может быть без укрытие кроме персика все равно есть теплица в теплицу вот еще раз говорю любви только мы с этим самым допустим с евгением шансов или вот сири сергеевны можно вырастить теплицы любой новичок который ни разу жизни не подходил к саду может спокойно косточки если он умеет поращивать это или вот получит от меня старифицированное он возьмет посадит и там никаких хитрости нет кроме не создавать назовем это душегубка это рассадник грибов рассадник это плесени вот это есть современные теплицы если по железу у меня в теплице 16 форти тогда все получается и урожая дождетесь и будете есть настоящие неотравленные персики ну что заканчиваем получилось вольно-невольно получилось рекламная статья фильм я стараюсь быть максимально объективен и учитываем так что еще напомню тот получит новосибирец Евгений Александрович эту посылку значит у него впереди абрикосы статификации получается в конце февраля новосибирск позже растает снег в конце февраля то есть два месяца берем и отступаем значит видишь в середине февраля так черешни сразу как получит так дальше это сырой песок холодильник но это уже другие вот фильмы что там еще было груша если была там то в середине февраля значит аронетка одичавшая в середине марта все я ничего не забыл так и перские урожа сфиксированы все друзья благодарю за внимание и получился фильм или нет еще раз посмотрите на эту даму очень серьезная такая знаете чуть не сказал бредно я имею ввиду такая дотошная такая что постепенно меня оттесняет от этого дела вот и подсиживает а я почему-то в душе этому еще и рад ну до свидания вот тут на экране очень темно плохо видно лицо нет нормально все или же поможете рукой и скажи до скорых встреч вот так друзья ребята друзья а